Дмитрий Щугарев Дебаты состоялись вечером в среду 24 августа 2016 года. Эфир был посвящен инфраструктурным вопросам. Касьянов привел слова Путина в качестве примера, как обстоит в России ситуация с дорожным строительством. 30% деревень и сел в России не имеют дорог, не имеют доступа к сети общего польза, нет дорог с твердым покрытием. И помните, Путин на своей прямой линии, ему один сельский житель задал вопрос, вот как же мы ездим на автомобиле, у нас дорог нету? И Путин ответил вопросом, а зачем же у нас автомобиль, дорог нету? В ответ на слова политика Щугарев округлил глаза и сказал, что не помнит такого заявления президента. Я сейчас не припомню на прямой линии такого вопроса. Я помню такое, это было, предпоследняя линия. Видеозапись с цитатой, о которой говорит Касьянов, легко найти в YouTube. В 2014-м житель села Бельго Хабаровского края рассказал Путину во время прямой линии, что он платит транспортный налог, хотя в его населенном пункте нет дорог, а ближайшая трасса находится в 50 километрах. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня вот такой вопрос. Я автор-любитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. Путин рассмеялся и спросил, зачем жителю Бельго машина, если там нет дороги. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы, 50 километров. Зачем вам машина? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прямо. Нет, это не провокация, Владимир Владимирович. Это просто у нас такой наболевший вопрос. Бывает, что люди больные и не на чем увезти, потому что дорога очень ужасная. Понятно. Хотел бы вас попросить, чтобы как бы посодействовать. Подопечный Киселева во время упомянутых дебатов отметил, что редакторы программы в перерыве поискали такую цитату Путина и не обнаружили ее. Пока шел блок политической рекламы, кстати, наши редакторы проверяли, был ли такой ответ Владимира Путина. Не нашли такого ответа Владимира Путина, Михаил Михайлович. Ну вот из песни слов не выкинешь, как говорится. Напомним, Щугорев активно участвовал в информационной войне против Украины. Еще летом 2014 года в одном из эфиров программы Вести, в котором этот пропагандист был ведущим, показали сюжет о российском военнослужащем Вадиме Григорьеве. Он на своей странице в социальной сети рассказал, как вместе с сотоварищами всю ночь долбили по Украине. Разоблачение нелепой попытки оправдать Григорьева телеканалом «Россия» было опубликовано на ОМТВ 1 августа 2014 года. Приводим фрагмент этого сюжета, ссылку на полное видео оставляем в описании к данному материалу. Я заходил очень давно, сейчас на данный момент ничего не в курсе, не знаю. А вот эти фотографии, которые там размещены, может быть, что это твои фотографии? Ну, возможно, и может быть, но они были сделаны очень давно, может, месяц-два назад, может, больше. А может быть, ты их просто выложил недавно? Нет, какой-то недавно. У меня телефона-то нет, вот простой тапик и тот, который не ловит. Напоминаем, комментарии, лайки, а также распространение сюжетов ОМТВ – вклад в создание новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok